Каждый из нас планирует провести эти длинные выходные максимально насыщенно, набраться сил на весь предстоящий год, а еще просто подурачиться, вспомнить детство, сходить на каток или скатиться с горки на санках. Так вот, как можно отдохнуть активно в окружной столице, выяснял Михаил Гонцов. Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири. И развлечений здесь на все праздники хватит. На одной только центральной площади и ледовый городок, и каток, и сразу несколько горок. Вот она, горка 20-23. В детстве я такой мог только мечтать. Высокая, крутая, а может быть даже и волшебная. Вот возьму сейчас и проверю. Поехали! А горка-то и вправду волшебная. Я попал прямо на Чумовую улицу. В этом году в археопарке построили сразу семь тематических чумов. Чтобы не заблудиться, здесь установлены вот такие навигаторы. С одной стороны, картины известного советского художника Владимира Игошева, с другой – актуальное расписание. Я отправляюсь в этот чум. Тук-тук! Кто в доме живет? Чем здесь занимаются? А здесь музыкальный чум. Я рассказываю про музыку народов. Канки и мальцы. Оленья шкура, деревянная основа, в руках Владимира Мерова бубен – особый инструмент. Ведь есть бубны простые, а есть и ритуальные. Здесь как ни играя, все равно будет какое-то звучание магическое. В каждом из семи чумов своя тематика, связанная с культурой и бытом коренных малочисленных народов. Кстати, в этом году в археопарке из снега вылепили настоящие обереги – кукол Акань. Их тоже семь. Эти северные снегурочки всю зиму будут хранить тепло и счастье югорчан. А теперь мы в резиденции «Елки». В этом году проект заиграл новыми красками. На площадке открылся музей Рождества. Здесь собраны уникальные новогодние игрушки. Их привезли из 14 стеклодунных фабрик пяти стран мира. Самые красивые – российские. Символ нового. В 2023 году привезли из Нижнего Новгорода. В резиденции «Елки» не заскучаешь. Здесь и театрализованные представления, и мастер-классы, на которых можно сделать новогодние сувениры. Да те же пряники разукрасить. Я решил расписать новогоднюю снежинку. Для этого понадобится основа и пищевая глазурь. Получилось у меня, и у вас получится. И, конечно же, в резиденции «Елки» есть настоящий Дед Мороз. Так что учите стихи и песни. Будет вам и подарок от Дедушки Мороза. И добрые пожелания к празднику. Всем нашим землякам, югорчанам и гостям нашего славного, гостеприимного края я бы хотел пожелать здоровья. Я бы хотел пожелать достатка душевного и материального. И, конечно же, с оптимизмом в будущее. Счастливого Нового года! Расписание работы праздничных площадок и план мероприятий можно посмотреть на официальном сайте «Ханты-Мансийск. Новогодняя столица Сибири». Михаил Гонцов, Виктор Севков. Телерадиокомпания «Югра». «Ханты-Мансийск». 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 «Ханты-Мансийск».